Ну что ж, всем привет, дамы и господа, с вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем подводить итоги первого круга. И сегодня мы разберем одну из самых ярких и интересных историй этого самого первого круга. Мы обсудим воскрешение Урала, именно воскрешение, потому что по-другому это не назвать. На старте чемпионата России это была просто не команда, а какой-то ходящий труп. Они занимали последнее место, причем команда проигрывала один матч за другим. Казалось, что вылет неизбежен, и что это уже, знаете, первый кандидат в сторону ФНЛ. Но потом появился Гончаренко, новый тренер, и вот, пожалуйста, победа за победой, успех за успехом. У команды было 6 побед подряд, и после этого ничья с Сочи, где, как многие считают, команду просто засудили. А по факту она должна была тоже побеждать. И это действительно потрясающая история, которую хотелось бы обсудить. Потому что давненько у нас не было такого вот мощного ренессанса. Последний раз, по-моему, это было с Химками, когда они отвратительно начали сезон, а потом пришел Чревченко и пошло-поехало. В общем, давайте обсудим вот этот потрясающий камбэк, вот это потрясающее возрождение Урала, и сделаем какие-то основные выводы. Что обеспечило подобный результат. Но сперва хотелось бы рассказать вам о новом предложении от моих спонсоров из компании Балтбет. Вы можете выиграть 2500 рублей, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Да всего ничего. Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на сайт Балтбет, зарегистрироваться, и ввести промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии. Вы получите возможность сделать бесплатную ставку, по которой вы можете выиграть до 2500 рублей. Ничем, повторяю, не рискуя. В наши кризисные времена бесплатная ставка на вес золота. Так что проходите по ссылочке в закрепленном комментарии и получайте фрейбет. Как известно, многие считают, что я персонально хейчу и ненавижу Игоря Шалимова, бывшего тренера Урала, при котором команда шла на последнем месте и проваливала старт сезона. Ну, наверное, этот ролик я могу вновь использовать для того, чтобы опровергнуть данный тезис, что я какой-то хейтер Шалимова. И я могу прямо сказать, что, на мой взгляд, увольнение Шалимова было пускай логичным отчасти, но и не совсем справедливым, потому что у Шалимова на старте сезона была, мягко говоря, другая команда, чем та, которая сейчас есть у Гончаренко. То есть, если мы посмотрим на тех футболистов, которые сейчас стабильно попадают в стартовый состав Урала, вы мне простите, почти половины стартового состава у Шалимова не было. Эти игроки еще не поехали в Урал. То есть, тот же самый Газинский, Ранжелович, или там, не знаю, Филипенко, или Сесе. И целый ряд других исполнителей, все они пришли в тот момент, когда Шалимов уже был уволен. И вы мне простите, не совсем справедливо теперь уже сравнивать Шалимова и Гончаренко в этом сезоне. Потому что одному не дали толком никакого усиления, и даже напротив продали целый ряд важных исполнителей. А другой тренер получил солидных игроков. Да, возможно, здесь есть какие-то вопросы к самому Шалимову. Почему он не затребовал этих игроков? Ведь известный факт, что Гончаренко, когда приходил в Урал, сразу обозначил, что мне нужен этот игрок, такой футболист и так далее. И ему сразу дали гарантии, и вот, пожалуйста, футболисты пришли. Значит, деньги и возможности все-таки были. И значит, нужно было, как, видимо, как следует потребовать этих самых игроков. То есть здесь, возможно, есть вопросы к Шалимову, почему он не добился своего, в отличие от Гончаренко. Но вопросы и к руководству есть. Неужели не было понятно, во время летнего периода до заявок, что лучше сразу купить хороших игроков, как можно быстрее, чтобы начать сезон уже с качественными, готовыми исполнителями, которые могут сыграться, там, допустим, на летних сборах, что нужно все делать побыстрее, что команду нужно готовить заранее, до сезона, а не так, что начинается чемпионат, у вас один состав, вы меняете тренера, и там уже другой состав, более качественный. Но это как-то нелогично, и это не совсем честно по отношению к Шалимову. Ведь, объективно говоря, посмотришь, какие люди пришли. Ну, Сесе, например, играл в Бельгии, играл в Фулхэме английском, Филипенко играл за Спартак, играл в Малаге испанской, в том числе в высшей лиге Испании, так на секундочку. Тот же самый Ранжелович, ну, это игрок, который вызывался в сборную Сербии, Газинский, ну, это вообще почти что легенда нашего футбола, который сейчас, несмотря на возраст, показывает приличную игру, хотя даже не знаю, при чем здесь возраст. Собственно, и Газинского, и Филипенко нельзя назвать такими уж стариками. Они, да, опытные ветераны, но это не сбитые летчики, это не списанный материал, это приличные исполнители, которым слегка за 30, которые на уровне нашего чемпионата, медлительного и тягучего, могут показывать приличный футбол. И это вот четыре игрока, которые вот стабильно выходят в основе у Гончаренко, в том числе делают результат, а у Шалимова этих игроков не было, плюс еще несколько других футболистов, которые тоже появляются на поле, которые пришли уже после увольнения Шалимова. Поэтому здесь важнейший нюанс, который, кстати, сильно отличает команду Гончаренко от Шалимовской, это то, что состав немножко другой. И то, что Урал все-таки под занавес трансферного окна летнего соизволил дать тренеру, теперь уже новому, качественных исполнителей. Второй момент, ну, который тоже, в общем-то, вполне себе объективно можно оценить, это эмоциональное состояние команды. Всегда, когда приходит новый тренер, и когда он правильно, так скажем, ставит себя в коллективе, появляется новая мотивация, появляется новый заряд психологический, когда футболисты стремятся показать себя перед новым наставником, когда все пытаются проявить свои лучшие качества, чтобы закрепиться нового тренера и так далее. И в этих условиях, ну, практически все тренерские перестановки так или иначе приводят к определенному эмоциональному всплеску, который очень часто ведет за собой и улучшение результатов. Поэтому здесь сам по себе факт смены наставника тоже положительно повлиял. Тем более, что, по всей видимости, в Ирале все-таки не все было в порядке внутри коллектива. Не знаю, что там сломалось, я свечку не держал, но почитаешь интервью, а Шалимове как-то не лучшим образом высказываются. Причем даже те футболисты, которые совсем недавно пришли в Урал, например, Эмерсон, тот же самый, совсем недавно в Екатеринбурге, но уже отзывается о Шалимове так, что вот, мол, слава богу, его больше здесь нет, что от него не осталось ни следа, теперь это команда Гончаренко, а не Шалимова. Видимо, действительно подустали друг от друга, возможно, футболисты и тренер, а возможно, там, в принципе, все немножко посыпалось психологически, и был нужен вот такой момент с перезагрузкой. Кстати, Гончаренко в этом плане вообще получается очень подходящий наставник, который приходит в тот момент, когда в коллективе, ну, скажем так, устают от тренера. Он и Слуцкого сменил в ЦСКА, и теперь в Урал пришел вместо Шалимова, который достаточно долго все-таки здесь работал. Может быть, этот момент также сыграл свою роль. Психология, которая обеспечила вот этот эмоциональный всплеск. Тем более, что, объективно говоря, Урал, ну, на старте сезона он периодически действительно был какой-то безвольной командой, которая не могла переламывать ход матчей, которая откровенно сыпалась в некоторых встречах, когда что-то шло не по плану. Сейчас команда стала куда более волевой, боевитой, и это, конечно, тоже, скажем так, последствия вот этой самой эмоциональной встряски. Так что здесь два объективных момента. Это психология после смены наставника и укрепление команды серьезными исполнителями. Третий момент, который я бы выделил, это, конечно, смена стиля. Потому что что из себя представлял Урал в прошлом сезоне? Это была очень упрямая, неприятная команда, которая была грозой авторитетов, регулярно брала очки в матчах с топовыми командами, и которая отличалась очень качественной, организованной обороной. Урал очень мало пропускал, и команда во многом держалась на этом, на этом базисе. Сейчас оборона Урала в силу объективных, опять же, причин сильно провисла. Кого-то продали, как Кузьмичева, кто-то ушел, кто-то постарел. И в результате сейчас строиться по-старому был, наверное, не совсем уместно. И, возможно, это уже ошибка Шалимова, что он мало поменял стиль игры в изменившейся ситуации. А вот Гончаренко пришел и решил, что обороняться мы все равно особо не умеем, играть с опорой на защиту мы не сможем, а давайте будем действовать в атакующем ключе. И в результате именно при Гончаренко команда подтянулась в плане процента владения. Сейчас Урал, ну, так скажем, является последней командой России по проценту владения, которая при этом владеет мячом больше 50% времени. То есть это уже команда, которая владеет мячом в среднем больше, чем соперник. И это, опять же, было оформлено именно при Гончаренко. Команда стала в первую очередь атакующей, а не оборонительной. И, на мой взгляд, это действительно логично. И в условиях этого футбола расцвели, как говорится, все тюльпаны. И Каштанов, ну, это уже расцвели Каштаны, так скажем, показывает себя блестяще и стал главным открытием последних недель. Стабильно забивает, отдает голевые передачи. И другие футболисты оказались хороши. И стандартов стало больше, а с них Урал стал стабильно забивать. И в итоге нужно было просто переключить тумблер с более осторожного стиля в сторону более атакующего. И, что характерно, сами посудите, в шести последних матчах Урал неизбежно пропускает. Не было ни одной сухой игры. Зато каждый раз побеждает. Ну, за исключением последнего матча с Сочи. Так что здесь вот такой вот Екатеринбургский вариант старой бразильской поговорки. Вы забейте сколько сможете, мы сколько захотим. Урал чаще всего хочет забить больше. В общем, такая вот ситуация. Достаточно любопытная. Поэтому Гончаренко молодец. Он работает от сильных сторон. Он выстраивает достаточно интересный футбол. И, в принципе, в последнее время было ощущение, что Гончаренко вообще пытается играть в более комбинационном стиле. Это прослеживалось и в ЦСКА в какой-то момент. Из-за этого Гончаренко назначили в Краснодар. Краснодар в Урале он тоже дает свободу, дает возможности комбинировать, атаковать. В общем, здесь Гончаренко и сам, получается, ловит кайф от этой игры. И футболисты раскрепостились и тоже получают удовольствие. И команда побеждает. В общем, тот самый случай, когда пошло-поехало, и каждый вот этот элемент, психология, более атакующий стиль, победы, он как бы дополняет друг друга и получается вот как снежный ком, который накапливается, становится с каждой победой, с каждым успехом все мощнее и больше и становится настоящей лавиной. Потому что победа добавляет, опять же, психологической устойчивости, атакующий стиль игры скрепощает футболистов, Гончаренко вводит новых игроков. Опять же, это добавляет и качество, и конкуренции в составе, все бьются за место в обойме. В общем, вот это тот самый случай, когда все очень удачно сложилось. При этом, ну, скажем так, вернемся к объективным нюансам, которые уже мало зависят от Гончаренко и от самого Урала. Перейдем к важнейшему фактору удачного календаря. Про это многие не упоминают, а заря. Потому что будем объективны, если бы Урал сейчас попал, не знаю, на череду матчей с Зенитом, Спартаком и ЦСКА, например, в Кубке и в Чемпионате. Ну, наверное, исход вот этих последних недель был бы несколько иным. А так, если посмотреть вот эту удачную череду матчей без поражений, ну, самые серьезные оппоненты кто здесь был? Локомотив, который откровенно разваливается сейчас, и который в кризисе, и который является статусным соперником только по названию. Ну, вот, пожалуйста, Сочи, то же самое, они статусные только по названию, что это серебряные призеры, а так, Сочи сейчас в кризисе, и то, что Урал их обыграл, а потом в ничью сгонял, ну, здесь ничего сенсационного нет. С Ростовом, да, была в каком-то смысле сенсация, особенно учитывая, что Ростов проиграл дома, неожиданно для всех. Но, знаете, это вот действительно вот единственное такое серьезное противостояние было, где перед Уралом был соперник, ну, очевидно, сильнее и в хорошем состоянии. Вот это единственный матч, где Урал действительно подарил нам большую сенсацию. В остальном, Урал обыгрывал соперников своего уровня, либо соперников выше уровня, но в полной жопе, как Сочи и Локомотив. Поэтому здесь, конечно, история крутая, но вот этот нюанс тоже нужно учитывать. Ну, и еще один момент, такой уже чисто связанный с Гончаренко, это то, что, на мой взгляд, Виктор Михайлович, как видимо, все-таки человек именно что провинциальный. Уж простите мне подобную фразу. В ЦСКА у него так и не сложилось, потому что ЦСКА это большая команда, это великое название, это великий клуб, где максимальное внимание уделяется тренеру, его личности, где себя будут критиковать и так далее. И там Гончаренко, в том числе и психологически, мне кажется, не справился. Ну, вспомните его Демарш, когда он в Беларусь свалил, неожиданно для всех, вспомните другие моменты. Вот, мне кажется, что Гончаренко так и не стал все-таки тренером для по-настоящему большой российской команды. В Краснодаре, казалось бы, он работал в провинциальном городе, но Краснодар это особая история. Краснодар это фактически такая футбольная мини-столица России, где, опять же, сумасшедшее внимание клубу и со стороны владельца, и со стороны переполненных трибун стадиона, в Краснодаре работать почти так же тяжело, как в ЦСКА. Потому что это, так скажем, футбольная такая своеобразная столица России, самый футбольный город, можно сказать, нашей страны. Поэтому там Гончаренко тоже оказался не совсем в тему. А вот в Урале, что тогда, в первый раз, что сейчас, Гончаренко вот как раз то, что нужно. Поэтому, возможно, сейчас и Гончаренко на своем месте, и футболисты подобраны удачно, и график матчей подошел как нельзя кстати. Скажем так, Шалимов в каком-то смысле выпил яда за Гончаренко, сыграл с большей частью топовых соперников. В Гончаренко остались матчи с середняками и с командами в кризисе. И в результате всего этого и получился данный потрясающий сюжет с воскрешением Урала. При этом уже и сами болельщики Екатеринбурга понимают, что вторая часть сезона вряд ли будет такой же удачной, как вот этот потрясающий отрезок без поражений. И скорее всего команда в итоге останется в середине таблицы. Ни о какой борьбе там, не знаю, за четверку, тройку здесь, конечно, речи быть не может. Урала нет нужного ресурса. Но стать крепким середняком, который заранее обезопасит себя от вылета, Урал может и должен. И это уже большое достижение для команды, учитывая провальный старт сезона.